Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 727 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Сплавы свинца и олова содержат 1,52 кг свинца и 0,76 кг олова. В каком отношении взяты свинец и олова? Какую часть сплава по массе составляет олова и какую часть свинец? Итак, запишем кратко условия этой задачи. Свинец, олова, нужно найти отношение свинца к олову, олова к сплаву и свинца к сплаву. Первое, что нам нужно сделать, это вообще найти массу сплава, потому что мы не знаем, сколько сам сплав. Для этого мы свинец суммируем с оловом. Получим 2,28 кг. Это масса нашего сплава. Ну и теперь уже находим сами отношения. Итак, чтобы найти отношение свинца к олову, находим частное свинца к олову. Получается 2. То есть в 2 раза свинца взята больше, чем олова. Так, и дальше находим отношение свинца к массе сплава. Значит, свинца у нас 1,52, сплава у нас 2,28. Умножаем числитель и знаменатель, чтобы удобнее нам было считать, да, на 100. Это мы можем сделать благодаря основному свойству дроби. Умножили, избавились от этих запятых, сократили и получилось 38,57. Тоже увидим, что можно еще на 14 сократить. Ой, на 14. На 18, 19. На 19 и остается 2,3. То есть это отношение свинца к массе сплава. Ну и теперь отношение нужно найти олова к массе. Олова к массе, да. То же самое умножаем на 100, получили 76,228, 228 делится на 76, получилась 1,3. Это отношение олова к массе сплава. То есть, другими словами, это часть, вот как по вопросу у нас, да, это часть сплава, которую составляет свинец. Это часть сплава, которую составляет олова. Ну, мы видим, что 3,3, 2,3, 1,3. Кстати, четвертое действие можно было записать по-другому. Если весь сплав это единица, свинца 2,3, то единица отнять 2,3, получится 1,3. И не нужно было бы даже делить и находить отношение. Ну и можем записать теперь ответ. Свинец и олова взяты в соотношении 2 к 1. Это мы выяснили во втором действии, да. 2,3 массы это свинец и 1,3 массы это олова. И на этом задача решена. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи по ссылке на наш сайт, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на наш канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.